А в подвалах одного из домов Златоуста ищут сокровища Колчака. Директор оружейной фабрики исследует тайные комнаты. В планах зданий их нет. Искатель клада уверен, в помещениях может храниться золото белого адмирала. Как оно могло туда попасть, Иван Лежнин выяснил. Вот видите, помещение заложено. То есть будем открывать. Это еще помещение, которое вот там заложено, и вот там есть какой-то проход. Будем смотреть, что там дальше. Хотя у нас там по плану тоже ничего нет. Вдруг вот за этой стеной как раз и находится золотой запас Колчака. Валерий Томея показывает подвал, который недавно обнаружили под Златоустовской оружейной фабрикой. Его нет ни на одном плане здания. Внутри еще дореволюционное оборудование. Его точное предназначение неизвестно, как и предназначение самого подвала. Но Валерий убежден, это тайное помещение не единственное. У нас еще есть стена. И вот очень интересно, что за стеной. Потому что как бы за этой стеной продолжение здания по верху, оно идет. Валерий Томея директор фабрики. Он давно интересуется историей Александра Колчака. Собирает любые документальные упоминания о руководителе Белого движения в годы Гражданской войны. Ученым, военным и политическом деятели. Коллекционирует златоустовец и легенды о спрятанных сокровищах Колчака. В 1919 году Белое командование решило эвакуировать фабрику из златоуста в Томск. Есть версия, что вместе с оборудованием повезли и драгоценности. А часть из них по пути выгрузили в районе станции Уржунки между златоустом и Миасом. От фабрики мы знаем, что по легендам проходило два подземных хода. Один ход проходил к монастырю, который разрушили. Второй ход проходил к дому управителя, в котором сейчас находится музей. Этих подземных хода до сих пор не обнаружили, но толком никто их не искал. Кстати, это не единственная связь Колчака со златоустом. На этой фабрике во второй половине 19 века служил отец адмирала. И значит, вполне возможно, что в одном из секретных подвалов Валерий однажды обнаружит долгожданное золото. Иван Лежнин, Вячеслав Коровкин, ОТВ.